Во имя Своя Сына и Святого Духа. Аминь. Беседа 124. Вититель Иоанна Златоустова. О простоте и лукавстве. Кто не изумится, кто не подивится человеку простому нравом, или кто не привяжется к тому, в ком нет ничего коварного, кому другому, как не им, принадлежит спасение, кому, как не им, великие блага. Не пастыри ли первые услышали Евангелие? Не Иосиф ли, этот простой человек, дабы подозрение в прерыводеянии не устрашило его и не побудило сделать какое-либо зло? Не простых ли поселян избрал Господь в апостолы? Ибо сказано, душа благословена всякая простая. Притча 11.25. И же ходит просто, ходит надеясь. Притча 10.9. Так скажешь, но надобно и благоразумие. Да, что же такое и простота, как неблагоразумие? Когда не подозреваешь ничего злого, тогда не можешь и замышлять зла. Когда ничем не огорчаешься, тогда не можешь быть и злопамятным. Обеял ли кто тебя? Ты не опечалился. Оклеветал ли? Ты ничего не потерпел. Позавидовал ли тебе? И от этого ты нисколько не пострадал. Простота есть некоторый путь к любомудрию. Никто так не прекрасен душой, как человек простой. Как по отношению к телу человек печальный, унылый, угрюмый, хотя бы он был и красив собою, теряет много красоты. А беззаботный и кротко улыбающийся увеличивает красоту так точно и по отношению к душе. Угрюмый хотя бы имел тысячи добрых дел. Отнимает у них красоту всю. А открытый и простой напротив. С таким человеком и сдружиться безопасно. И если он сделался врагом, не опасно примириться. Не нужны для такого человека ни страженник, ни караулы, ни узы, ни оковы. Он и сам будет пользоваться великим спокойствием и все живущие с ним. Что же скажешь, если такой человек попадет в общество злых людей? Бог, поверевающий нам быть простыми, просрет ему руку. Что проще Давида? Что лукавее Саула? А между тем, кто остался победителем? Что же сказать об Иосифе? Не в просто деле сердце пришел он к госпожей своей, а та не имела ли коварного намерения? И однако же, скажи мне, потерпел ли он какой-нибудь вред? А что проще Авеля? Что коварнее Каина? И тот же опять Иосиф не просто ли обращался со своими братьями? Не потому ли он прославился, что все говорил с доверчивостью, между тем, как братья все принимали злым умыслом? Он раз сказал им о сновидениях, сказал и в другой раз, и не остерегался. И он же опять пошел к ним отнести пищу, и нисколько не остерегался, полагаясь во всем на Бога. Чем больше они поступали с ним, как с врагом, тем больше он обращался с ними, как с братьями. Бог мог и не допустить, чтобы он впал в руки братьев, но допустил для того, чтобы показать чудо, и то, что, хотя они и поступят с ним, как враги, он будет выше их. Таким образом, если простой человек и получил рану, то получит не от себя, а от другого. Лукавый же наносит удар прежде всего себе и больше никому, так что он враг самому себе. Душа такого человека всегда исполнена печали, мысли его всегда угрюмы. Если он должен выслушать или сказать что-нибудь, то все делает с нареканиями, все обвиняет. Дружба и согласие далеки от таких людей. У них ссоры, вражда и неприятности. Такие люди и себя подозревают. Им даже сон неприятен, равно как и ничто другое. Если же они имеют жену, о, тогда они всем враги и неприятели. Бесконечная ревность, постоянный страх. Лукавый потому так и называется, что он находится в труде. Так и Писание всегда называет лукавство трудом. Когда, например, говорит, под языком его труд и болезнь. Псалом 9, 28. Еще в другом месте. Беззаконие труд посреди их. Псалом 89, 10. Аминь. Продолжение следует.